Всем привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя, именно тебя на моем канале. И сегодня я снимаю видео вместе со своей сестрой Полинкой. Еще раз всем привет! И сегодня у нас необычное видео, как Карина уже сказала. Кто лучше слепит, тот это и получит челлендж. У нас есть вот такой вот легкий пластилин, его очень много, из которого мы будем лепить. Да, пластилина очень много, как вы видите, целая коробка огромного количества всяких красивых, ярких цветов. Посмотрите, всякие неоново-розовые, одинаковые синенькие, зеленые, оранжевые, фиолетовые. Также у нас есть вот такие вот стейки, или как там они стейки называют? Я не знаю, что стейки. Я забыла, короче, вот такие вот ножички, очень красивые, ярко-розового цвета, они нам пригодятся, когда мы будем лепить. Специальная черная подстилка и призы. Призы мы будем показывать по очереди, и они стоят прямо сейчас передо мной, но не в кадре. Присутствуют всякие антисептики, вкусняшки, косметика, тканевые маски, ежедневники, лего. Очень много крутых призов, и у нас в этом ролике будет присутствовать несколько раундов. Естественно, вы в моем инстаграме, если вы до сих пор не подписаны, то обязательно подписывайтесь, потому что туда я выкладываю очень крутые фотографии и делюсь с вами новостями. Буду выкладывать истории, и вы будете решать, чья подделка все-таки оказалась лучше и красивее. Мы не будем подписывать, где чья подделка, все будет анонимно, и истории я буду выкладывать ровно на 2 минуты, чтобы все зрители со временем не догадались, какое конкретно видео я снимаю. Поэтому кто успел, как говорится, тот и проголосовал. Не забывайте поддерживать нас лайками и подписываться на канал, кто еще этого не сделал. И ставьте колокольчик. Да, а колокольчик нужен для того, чтобы смотреть мои видео первыми и не пропускать премьеры. А мы вам желаем приятного просмотра. Посмотрим наши навыки в лепке. Я никогда не лепила, поэтому подделки наши будут очень смешные. Это видео развлекательного характера, поэтому присаживайтесь поудобнее, запасайтесь печеньками, вкусным чаем, и мы, наконец-то, можем начинать. Поехали! Забыла вам сказать, ребятки, что на лепку каждой подделки нам будет даваться ровно 3 минуты. То есть мы будем делать еще это все на скорость. Вы будете наблюдать за нами, естественно, будет проходить по таймеру ровно 3 минуты, но я в монтаже чуть-чуть это все подрежу. Поэтому если пройдет меньше времени, это я просто обрезала, не обращайте внимания. Итак, я включаю таймер, моя дорогая сестричка, точнее секундомер. У нас есть три стейка и вот такая вот подстилка, на которой мы будем лепить. Плюс у нас еще на скорость, нам еще надо будет достать пластилин из этого пакетика прекрасного прозрачного. Наша мама заранее написала в заметках и скинула мне подделки, которые мы должны будем слепить, чтобы получить какой-то определенный приз, поэтому мы не решали, что мы будем лепить, и поэтому сейчас я буду смотреть впервые. Итак, первый приз, который у нас будет и который я вам сейчас покажу, мои дорогие, это вот такая вот чудесная мицеллярная новая вода от NYX. Офигенская пудра. Она выглядит белой, но она на самом деле прозрачная, чтобы убирать блеск на лице. Да, напоминаю вам, моя сестренка тоже пользуется косметикой. И вот такая вот крутая гигиеническая помада. Очень круто выглядит и все это запечатано. А что мы слепить должны? И слепить мы должны, моя дорогая, палетку теней сейчас ровно за 3 минуты. Я офигела тоже, да, когда мама мне об этом сказала, показала, предъявила. Как и тогда, помнишь в ролике, кто круче нарисует? Тоже она говорила нарисовать палетку теней. Поэтому сейчас мы тоже будем ее лепить. Мы сейчас с тобой должны буквально за 5 секунд продумать, какие цвета мы с тобой будем брать. Это очень сложно, но я... Так, все, я определилась. Определилась. Нам дается 3 минутки, а потом вы еще будете голосовать. Кто все-таки победил в этом раунде и получит эту чудесную косметику. Секундомер и так. Я предлагаю сначала определиться, какие мы цвета берем, их себе отложить и потом уже включать таймер. Да, давай. Я беру розовый цвет, ты черный, да? Я беру розовый и беру вот такие вот оттенки. Все, я определилась. У меня вот такие цвета, ребятки, вы можете сейчас на них посмотреть. И у Полинки вот такие. Откладываем их. Ну что, таймер? Да. Старт, погнали. Итак, я беру самый основной фиолетовый цвет, пытаюсь его достать, достать со всей силы. Беру сразу серый цвет. Полинка, ты тоже комментируй, потому что... У меня вообще не получается, я от того, что тороплюсь, Карина, как ты так быстро? Я пытаюсь лепить на скорость, понимаете, мозг сразу у меня ничего не понимает, типа ты чего так быстро? Да, у меня то же самое. Так, 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 за основу, Полина, ты какой цвет берешь? Черный. Я, пожалуй, возьму, 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 я возьму коричневый цвет. Итак, я пытаюсь лепить. Так, основу я сделаю, я пока что не буду обратно складывать. Вот такой вот квадратик чудесный. У меня не работает. Давай-ка мы уберем-ка, чтобы зрители тоже могли видеть, что мы все-таки лепим. Я не... Итак, это можно лепить сразу на этой чудесной подстилке. У меня будут круглые тени, чтобы можно было легче это все придумать. У меня вообще они бесформенные. Так, у меня коричневый оттенок, желтый оттенок. У меня это вообще не получается. Вот такой вот красивый фиолетовый оттенок. Я возьму еще один оттенок. У меня вот такая вот прелесть, ребят, получается. Мы с тобой, Поля, успеваем вполне себе. Сколько сейчас осталось? У нас еще целых полторы минуты. Возьму немного... Полторы минуты целых? Карин. Я успеваю. Я возьму немного... Я вообще не успеваю. Немного беленького цвета. Вот так вот у меня получается. Пульт какой-то от телевизора. У меня... Реально пульт от телевизора. Реально. И еще зелененький цвет. У меня такая яркая будет. Красивая палетка. Чуть-чуть возьму этого оттенка. Весь пластилин очень мягкий. Он, кстати, засыхает. Вот так вот он очень круто тянется. Я, в принципе, успеваю. И у меня остается время на то, чтобы слепить крышечку от этой палетки. Но я думаю, что я вряд ли успею. Но пускай она хотя бы... Я не буду лепить крышечку. Мне бы хотя бы закончить, хотя бы как ты сделать. Потому что у меня вообще... Ну, я знаю, кто победит, Кариночка. Ты? Нет. Потому что у меня как-то все не очень. На всякий случай, ребят, если вы не можете нормально разглядеть наши поделки, я буду прикреплять фотографии. Поэтому не волнуйтесь. У меня получилась вот такая вот поделка. И, Полина, у тебя остается всего лишь 30 секунд на то, чтобы закончить поделку. А я, чтобы пластилин зря не высыхал, пока что, пока Полина лепит, попытайся сложить обратно. Сравни, твое нормальное и у меня. Так, я прикрепляю, ребятки, прямо сейчас фотографию этой прелести. Мне кажется, уже понятно, кто победит. Да, потому что реально. Итак, вот такая вот палеточка. У меня вот такая вот палеточка. Итак, я сейчас буду делать бумеранг инстаграм свой. И спрошу у зрителей все-таки, какая палетка круче, какая палетка нравится больше. Вот так вот. Пишу, какая лучше. Палетка, потому что, если бы ты не писала, что это палетка, они бы не поняли. Мне тоже кажется, что никто бы ничего не понял. У тебя более-менее понятно, у меня вообще какой-то кусок, и не скажу чего. Итак, я выкладываю историю. И выкладываю я ее ровно на 2 минуты, чтобы наши подделки отложить. Мы их откладываем, Полина. У нас они остаются на память на долгое-долгое время. Возможно, я их потом еще в инстаграме разыграю. Весь пластилин мы складываем обратно в пакетик, чтобы поддерживать порядок. Пока чуть приберемся, пока зрители голосуют, и я сразу потом сделаю скриншот, кто за что и как проголосовал. Итак, прошло ровно 2 минуты, и, естественно, моя палетка выигрывает. Как вы видите, 71% проголосовал за мою палетку, и 29% за Полинину палетку. У тебя вообще 5 цветов, а у меня более-менее все кругленько, красивенько. Ну ладно, это ничего страшного. Вот эти чудесные призы достаются мне. Спасибо большое, благодарю, спасибо за аплодисменты, спасибо-спасибо. Итак, вот этот приз получаю я. Мы вам покажем все в конце, и эту историю я удаляю, потому что не хочу, чтобы все раньше времени догадались, какое видео мы будем снимать. Следующий приз кто-то из нас получит, это скетчбук очень большой и розовенький, и вот всякие наклеечки и канцелярские товары. Да, если быть точнее, то это две крутые открытки, которые можно заполнить или подарить подруге или другу на день рождения. Вот такой вот набор со всякими канцелярскими штучками-дрючками, где их можно либо вырезать, либо подписывать, что нужно купить, что нужно не купить. И вот такой вот огромнейший новый скетчбук, где просто пустые листики для рисования. Я думаю, ты должна, Полина, точно в этом выиграть. Я этим пользуюсь очень редко. И слепить мы должны книжку. Книжку? Да. Капец. Итак, нам дается опять три минуты, сразу подбираем те цвета, которые нужны. У меня книжка будет очень красивая. Я возьму зеленый цвет для моей чудесной книжки и белый. Полинка, поделишься, у нас нет белого цвета? А, ну мы поделим, конечно, пополам. Пластилины мы подготовили. Я еще возьму стейк вот этот один для того, чтобы чуть-чуть украсить нашу книгу. Стейк. Стейк. Я по-другому не знаю, ребят. Пожалуйста, напишите. Я реально забыла. Итак, погнали. Итак, нам дается три минуты на то, чтобы слепить книгу. Мы это все благополучно комментируем. Абро Апфу. Обложка. Я где-то так же ошибалась в своем ролике. Помнишь? Да, да, да. Абро А. В каком-то ролике я не помню. Держи тебе половину белого цвета, моя дорогуша. Ровно я разделила. Я делаю два абсолютно одинаковых квадратика. Для этого мне нужно сделать саму обложку. Она будет выглядеть вот так вот. Очень-очень красиво. Нужно вот так вот разделить. Я добавляю сами странички в книге. Очень красивым способом. Вот таким вот. И закрываю книжку. И мне нужно будет это все очень красиво подровнять, чтобы книжка получилась ровная. Сколько там времени осталось? Времени осталось две минуты. У меня печенька Oreo получилась. Не, у тебя прикольная книга. Обложку книги я украшаю. Блин, я слишком много, кажется, добавила страниц. Я думала, получится лучше. У меня более-менее. У меня вот такая вот книга получается, ребят. Видите, просто зелененькая. Блин, а что у тебя руки из правильного места разложили? Ну, я не знаю. Может, я... У нас остается одна минута. Я уже закончила с книжкой. Попробую сделать и какие-то странички с тейком, чтобы было более-менее. Полина там вовсю старается. У меня книга большая получилась, а у Польки чуть поменьше. Я делаю что-то типа название на обложке. А, типа текст. Да. Ну, тут, мне кажется, и твоя книга прикольная, и моя прикольная. Это сложно. Полина, у тебя остается 30 секунд на то, чтобы закончить книгу. Моя уже готова. Блин, я тут накосячила. Ничего страшного. Продолжай. Посмотрим, что у кого и как получится. Я уже волнуюсь, потому что я очень редко рисую. Мне охота, чтобы в этом челлендже... В этом раунде, точнее, выиграла Полька. Но если что, то посмотрим. Может, я тоже буду рисовать. Итак, 5 секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Итак, можете посмотреть, ребятки, на фотографию наших книжек, которая получилась. Мне кажется, в принципе, неплохо, но у меня книга получилась чуть больше. Ну, господи. Ну, сами, ребят, сравните, ну что это за ужас. Не, у тебя нормально получилось. Почему? Просто у тебя книжка чуть-чуть поменьше. У меня она более зелененькая. Более зелененькая. Более зелененькая. Красивая книжечка. У всех же по-разному, и фантазия играет, и цвета мы по-разному выбирали, поэтому и голосуют, соответственно, по-разному. Так, мы откладываем. Откладываем и ждем, в принципе, две минуты, когда уже зрители проголосуют. Ну все, прошло две минуты. Итак, 66% проголосовало за мою книгу и 34% за Полинину. Но я хочу поступить иначе. Я рисую редко, не знаю. Возможно, я поступлю не по правилам. Но я подарю этот приз тебе, моя дорогая. Чего? Я покупала это на сайте, специально думая, что это пригодится тебе. Я редко рисую, но заполняю всякие творческие блокноты, поэтому это тебе, даже если ты не выиграла. Но это не по правилам. Но для своей любимой сестренки я уступаю этот подарок. Поэтому он твой, можешь считать. Итак, я объявляю. Спасибо, моя любимая Кариночка. Не за что. Следующий приз у нас это вот такой вот набор Лего. Тут у нас строится вот такое вот чудесное колесо, какая-то белочка. Что-то такое очень красивое, необычное. Это Лего Фрэнс. Для того, чтобы получить Лего, нужно сделать домик. Поэтому мы выбираем цвета. У меня будет домик голубенького цвета, с розовой крышей и с фиолетовыми окнами. Вот такая вот красота. У Поли более нейтральные цвета, кремовые, коричневые, белые. Начинаем? Да. Ты готова? Время пошло. Итак, сам домик у меня будет фиолетовый. Именно поэтому я достаю сам основной фиолетовый цвет и леплю квадрат. Надо убрать лишнее. У меня получается вот такой вот домик. Нужно заострить крышу и сделать окна. Окна, как я говорила, у меня будут фиолетового цвета. Но этот дом у меня будет не обычный, а с кругленькими окнами. Я добавляю окошки. С каждой стороны по два окошка. Я не знаю почему, но я очень хочу выиграть. Даже не ради какого-то приза. Просто я проигрываю. Ну и ничего страшного, Поля. Это так понятно, что я старше тебя. Я как бы и так не стараюсь. У меня охрененька. Это получается все равно. Да, у меня тоже. Давай-давай, время еще есть. Так что ты, я думаю, победишь. Я закончила. Вот такой вот домик у меня получился. Красивенький, сказочный домик. Я пока сложу. У тебя есть, Полина, пока целая минута. Ты можешь закончить лепку домика. У меня какой-то замок получился, потому что крыша у меня в два раза больше, чем дом. Крыша тоже может быть высокая. Разные же дома бывают. Так что решать только зрителям. Мы же там не подписываем, кто какую подделку сделал. Можем поменять местами, давай. Чтобы твой домик стоял с моей стороны. Да, давай. Чтобы могли подумать, что как бы это сделала я. Возможно, от этого зависит. Надо, может быть, фоткать на нейтральной стороне. Итак, Полька, у тебя остается 10 секунд. Ты догадалась делать стейками окна? Блин, а почему я так не догадалась? Молодец. Прикольно. У тебя такой дом гномика получился. Итак, Саня, давай. Смурфи. Этот домик с моей стороны, этот домик с твоей стороны. Посмотрим. Кстати, реально похоже на смурфиевский дом. У Карины такие цвета. Она очень круто подобрала. Сказочные. У меня тоже прикольно подобрано. Но у Карины такой яркий, прикольный домик. Я выложила историю. И ждем, как проголосуют зрители. И кто все-таки получит у нас вот такой вот небольшой набор лего. Это так жалко выглядит. Ну почему жалко? Естественно, что мы на скорости это все делали. Поэтому ничего страшного. И зрители посмеются. И мы как бы полепим немного. Ты выигрываешь? Я выигрываю, да. Видишь, голосуют уже 16 голосов за мой домик. И 11 голосов за твой домик. 23-15. 35-33. Ты лидируешь уже, моя дорогая. Посмотрим. Ты лидируешь, видишь? Полинка, ты лидируешь. Уже больше за тебя голосуют. Блин, пополам. И что делать? Сейчас посмотрим, как будет ровно 2 минуты. И посмотрим. Ну что же, как бы мы ни пытались, прошло ровно 2 минуты. И как вы видите, 53% проголосовало за мой домик. И 47% за Полинин домик. Естественно, лего получаю я. Но одна я лего никогда не собираю. Именно поэтому вот этот прекрасный набор мы будем собирать с Полиной. Но он оказался моим, так как я выиграла в этом раунде. Итак, Полинка, говори, что у нас там дальше? Дальше у нас вот такой вот приз. Это 3 антисептика. Corona Time набор. Да, они очень вкусно пахнут. По себе, говорю, у меня были похожие. И вот такая вот ночная повязка, чтобы спать. Для глаз, чтобы ничего не видеть. И она как антистресс, понимаете? У нее есть вот такие вот пузырики. Их можно вот так перегонять. Это очень круто выглядит. И антисептики новые. Очень приятно пахнут. И охеренские. Посмотрим, кто получит этот набор. И слепить нам надо бутылку воды. Естественно, для того, чтобы слепить бутылку воды, мне понадобится вот такой вот нежно-голубой оттенок. И белый цвет. Я хочу смешать два цвета. Посмотрим, получится у меня или нет. Вода будет со смешанными. Да, поделюсь. Но белого цвета у нас... Мне прям капель. Маловато. Но хорошо. Возьмем. И для крышечки мне нужен вот такой вот нежно-фиолетовый оттенок. Или это не фиолетовый, такой пурпурный, фиг знает. Пластилин мы подготовили. И я захожу, наконец-то, в секундомер. Давай. Ты готова начать? Да. Раз, два, три. Старт. Мы начинаем. Итак, я беру вот такой вот голубой цвет. Я беру мятный, потому что голубой Карина забрала. А еще я вспомнила, что я не удалила историю. И мне придется сейчас этим заняться, потому что... Нет, Карин, лепи, ты проиграй. Все. Да, да, я леплю. Я успеваю, успеваю. Блин, апристо офигенный. Всем охота сейчас в данный период выиграть антисептики. Водичка у меня будет небольшая. И я смешиваю два цвета. Смешиваю конкретно голубой и белый, чтобы цвет был немного посветлее. Тренирую свои руки. Этот пластилин очень хорошо смешивается, поэтому я могу уже сказать, что все. Готов. Оттенок уже такой нежно-голубой. Делаю саму бутылочку. Леплю я ее вот таким вот образом. Делаю сардельку. Вот такой вот и горлышко зауженное. Такая бутылка воды. Бутылка получается красивая. Почему нет? Ну у тебя красивая, а у меня... А, да, кстати. На чего, если я вот тебя посмотрю? Да подсматривай, господи. Это уже подписчики решают, кто победил, а кто нет. И вот такая вот у меня крышечка у бутылочки воды. Украшу я ее стейком. Да хватит стейк-стейк. Я хочу стейк мясной. За тебя теперь. Какая-то надпись. Я нарисовала какую-то надпись, и у меня получается вот такая вот бутылочка. Сколько там остается? Красивая. Остается по времени у нас полторы минуты. Я уже закончила с бутылочкой, но ты можешь постараться и продолжать делать. Сколько там? Минута ровно. Итак, Полина готова. У тебя оставалось еще 20 секунд, но ты сказала, что ты все. Поэтому у нас получаются вот такие вот две прекрасные бутылочки. Да, я их сфотографирую для зрителей. Фотографию вы, ребятки, сейчас видите на своих экранах. У кого какая бутылочка получилась? Я хочу... Это самый лучший приз, потому что три антисептика. Это очень круто. Тем более они такие дороговатенькие и очень вкусно пахнут. Ну да, они как бы не бюджетные. Антисептики дорогие. Поэтому сейчас мы посмотрим, кто победил. Я тоже бы не прочь выиграть. Очень охота. История выложилась. Зрители продолжают голосовать. Как бы мы не пытались опять, мне уже охота разучиться лепить, потому что мне жалко Полинку. 82% за мою бутылочку и 18% всего за Полину. Очень обидно, но я покажу вам следующий финальный приз, за который придется очень хорошенечко поработать. У нас есть офигенные призы. Первое. Это вот такая вот офигенская, радужная, крутая бомбочка для ванны, где внутри соль для ванны, единороги, всякие вкусняшки для ванны. Все яркое, красивое, офигенное. Три тканевые масочки для лица. Одна из них с травами, другая с гранатом и другая с ромашкой. Если я не ошибаюсь, все очень качественные и крутые. И вот такие вот бобы Джелли Белли. Очень вкусные, их очень много. Да, мы их пересыпали и подготовили этот приз. Тут все бобы Джелли Белли без плохих вкусов, без всяких вонючих носков и тухлой яичницы. Тут все очень вкусно, и все внутри этой баночки Джелли Белли. А также потом эту чудесную баночку можно использовать для чего-нибудь другого. До херища очень вкусных конфет. И слепить нам нужно будет просто человечье лицо. Обыкновенное. Итак, нам опять же дается 3 минуты и посмотрим, кто выигрывает этот приз. А я получаю за тот раунд вот такую вот крутую масочку и три антисептика. Один из них я хочу отдать Полинке. Выбирай, чтобы ты не обижалась. Спасибо. Любое. Какое тебе нравится больше? Мне кажется, это не честно. Выбирай, выбирай. Честно, честно. Давай, спасибо. С ванилью. Полина выбрала антисептик с ванилью. У меня их все равно три. Я поделюсь с сестренкой. Делайте так всегда, особенно с родными братьями и сестрами. Итак, я готовлю цвета для человечьего лица. У меня будет шрек. Я хочу сделать зеленое лицо. Я реально слеплю шрека, и волосы будут розовые. Прикольно, да? А ты опять по стандарту. Я люблю яркие цвета, Полина. Итак, ты подготовила цвета? Три минуты пошло. Для глаз я, наверное, просто буду использовать стейк. Обыкновенный лицо я буду лепить небольшое, поэтому половину пластилина я обратно сложу. Не хочу весь тратить. Леплю кружочек личика и волосы. Постараюсь сделать красивые волосы твоего персонажа. Будут длинные волосы? Да нет, коре, потому что мало пластилина. Вот такая вот красота у меня получается уже, ребят. Посмотрите, розовые волосы, зеленая форма. Более-менее красиво. И теперь я делаю глазки. Глазки я сделаю стейком. Носик. И улыбочку. Вот такая вот красота у меня получилась. У меня опять все по рукожопам. Я за одну минуту успела. У Полины получается уже очень красивое лицо. Такое прям с коре. А, это не коре уже у тебя. Да, я передумала, сделала чуть-чуть подлиннее. И сделала такие кудряшки. У Полины остается 20 секунд, а я все ждусь, не дождусь. У тебя уже получается очень красиво. Мне становится обидно, потому что... В смысле обидно? Ты выиграла, я ни разу не выиграла. Ну, все-таки у меня такое уже. Надо было поработать все-таки, постараться. Ой, ничего, что я еще один цвет взяла оттуда. Ничего страшного, мы же договорились, можно любые цвета использовать, не откладывать. Полина, доделывая эту улыбку, у тебя осталось всего 10 секунд. Раз, два, три, шесть, семь, восемь, девять, десять. Оставляй, как осталось. Так, Полина уже поняла, наверное, да, что она выиграет. Можете посмотреть, ребят. Карина, мне кажется, ты мне поддалась, потому что, ну, блин... Нет. Блин, это реально прикольно получилось. То есть, Полина в последнем раунде, по-моему, выиграет. Это самый финальный раунд. У тебя очень красиво, у тебя прям какой-то персонаж из Sims получился. Я заливаю опрос с блесточками, все так красивенько, подготовлено. И посмотрим, кто победил в сегодняшнем последнем раунде и кто получает самый крутой приз. Мне уже не терпится узнать, ну, хотя уже и так, наверное, все понятно, да? Кто победил, кто не победил. То есть, все-таки переделала каре, да? Переделала, но мы уже сняли, поэтому можно. Поэтому можно, да, переделывать. У меня тоже пускай будет каре, пока там зрители голосуют. Смотрите. Ну, каре мило выглядит. Каре мило выглядит, ребят, посмотрите. Но все равно это мы уже переделали после того, как залили в сторис, поэтому оставляем так, как есть. Прошло уже две минуты, в последнем раунде я расслабилась, естественно, 89% проголосовала за Полинину прекраснейшую рожицу. Стоп, так это я получаю что-то? Да, ты получаешь подарок. Офигеть. Впервые в финальном раунде, а у меня моя рожица ничего не набрала, ну, 11%, это очень мало, поэтому Полина у нас получает основной приз, а это три тканевые масочки, бомбочка и бобы джели-бели со сладостями. Я тебя поздравляю в других раундах, естественно, выигрывала я, но тут я расслабилась, что делать не нужно было. И мы, ребятки, с вами прощаемся, пишите ниже в комментариях, какой приз, точнее, какая подделка вам понравилась больше всего, ну и какой приз тоже. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного. Они прыгают еще. Они прыгают. Смотри. Потому что не подписавшись, вы пропустите. Очень много всего интересного, да, я рожу испорчу. Не знаю, зачем. И будете натыкаться на мои видео еще не один раз. Ну, а мы с вами прощаемся и продолжим лепить. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok